Если кто считает, что там, с точки зрения сейчас, что действительно, да там правда гражданская война, то есть это вообще недопустимо, и ответственность должна для тех, кто считает по войне, значит, направлять там, конечно, не участвовать в этой войне, а рыть окопы. Ну, условно, там много чего надо инженерно-обороны, да, сейчас у нас с Белоруссией на границе, ну, чтобы закон, который определял АТСР, и была ответственность. У нас до сих пор нет мобилизации. Как вы считаете, нужна на этом этапе мобилизация? Россияне проводят мобилизацию, в Оргло проводится мобилизация, потом эти мобилизированные уже сейчас принимают участие в командно-штабных учениях. То есть они это делают, а нам, если вот начинать, когда уже непосредственно сейчас в ее действии, это неправильно. То есть здесь очень большая ответственность нашей разведки и наших союзников. Ситуация вот сложная, непростая, потому что Путин к этому готовится. Самая большая трагедия для него – это развал в прошлом столетии Советского Союза. И поэтому в этом вот уже все это время он строит, за свои 20 лет правления строит Путинский Союз. С уже единым народом, то есть, как мы знаем, его восприятие и описание его, а потом Медведева, русским народом, приоритетным, в который входят в этот народ и украинцы, и белорусы. Ну, Белоруссию они уже почти поглотили, Лукашенко в полной зависимости, а с Украиной не все складывается. Поэтому одна из целей Путина серьезная, как раз в этом и заключается. Поэтому надо оценивать эту ситуацию, не надо паниковать, то есть возможности есть. Для этого надо работать, быть сплоченнее, то есть не допускать, конечно, того, что у нас большие свободы слова. Несмотря на то, что каналы эти пророссийские закрыты, три там и прочие, и по этому поводу стонут. Но я хочу сказать, не говоря даже Россию, а в России, если ты сказал, что Крым украинский, то тебя сажают. Если ты сказал, что идет не гражданская война на Донбассе, а война между Украиной и Россией, то тебя сажают. То есть я уже не с такими жесткими подходами по свободам, а то, что, например, в демократии, такие как Соединенные Штаты, Израиль и государства, которые фактически в войне постоянно имеют, там очень серьезная цензура по всем военным вопросам. А вы считаете, нам нужен такой закон? Абсолютно однозначно. Если ты публично сказал, что Крым... Я считаю, что если кто считает, что там, с точки зрения сейчас, что действительно, да там правда гражданская война, то есть это вообще недопустимо. И ответственность должна для тех, кто считает по войне, значит, направлять там, конечно, не участвовать в этой войне, а рыть окопы. Ну, условно, там много чего надо инженерно-обороны, да, сейчас у нас из Белоруссии на границе, ну, чтобы закон, который определял АТСР, и была ответственность. Игорь Александрович, я вот немножечко процитирую. Значит, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов предполагает, что атака РФ может включать в себя авиавдары, атаки артиллерий и бронетанковых войск, воздушно-десантные атаки на востоке Украины. Российско-белорусские военные учения Запад-2021, проведенные в начале осени, показали, что РФ может единовременно высадить до 3,5 тысяч десантников и спецназовцев. Почему я это цитирую? Есть эксперты, которые заостряют внимание, что у нас до сих пор нет мобилизации. Как вы считаете, нужна на этом этапе мобилизация? Сейчас водить, на мой взгляд, еще рано. Надо анализировать ситуацию. Если будет, так сказать, она в развитии, мы уже мельком с вами говорили, что они, россияне, проводят мобилизацию. В Ордло проводится мобилизация. Потом эти мобилизированные уже сейчас принимают участие в командно-штабных учениях. В Ордло. То есть, они это делают, а нам, если начинать, когда уже непосредственно сейчас в боевых действиях, это неправильно. То есть, здесь очень большая ответственность нашей разведке и наших союзников, где, если будет видно, что пойдет в развитие, то надо вводить военное или чрезвычайное поражение, проводить мобилизацию частичную, какую, и соответствующим образом реагировать. А сейчас, кроме всего прочего, надо еще проводить тренировки администрации областных, потому что, когда при пятом президенте вводилось военное положение, после эпизода с нашими катерами, захватом и моряков, то появилось очень много недостатков в том, насколько было подготовлено. К сожалению, по настоящее время ситуация в значительно лучшую сторону не изменилась. Что Вы скажете, какие инструкции, возможно, для наших людей, которые являются военнообязанными? Ну, военкоматы поставлены, поставлены сейчас центры призыва и все остальное, но по-простому лучше понимаем, что это военкоматы в функции, да, нетерминованные функции, но вот так. Они уже проводят эту работу по проверке всех этих, но опять-таки, если мы будем видеть, что ситуация в развитии усугубляется, значит, надо переходить к той работе, про которую Вы говорите. То есть, почему наши по вот этим обстоятельствам делали первоначальные заявления такие, чтобы, скажем, ну, по-простому не напугать народ, не дать оснований для паники. Ну, а после того, как там союзники в печати пошло и тут аллергические СМИ внутри подхватили эту информацию, разнесли по всем, очевидная израда и все остальное, то, ну, конечно, пришлось сказать, что наши это не видели, видели просто, ну, и даже говорилось, если обратить внимание, прогрессировать, если западные СМИ показывали, что идет наращивание, наши говорили, да, такое количество есть, но, как бы, нет больших отличий от того, что они делали, там, месяц назад или вот так. Ну, а после того, как мы имеем информацию, то, что мы имеем, конечно, они должны в большей степени сказать, как оно есть на самом деле. И то, что говорил Гуданин, начальник разведки, я хочу сказать, что россияне это все тренировали еще на учениях «Запад-2021». На учениях «Запад-2021» отрабатывались эти вопросы, то есть они к этому готовятся. Ну, а Путин, поскольку, значит, он хочет достигнуть вот эти цели, о которых мы говорили, по Украине за этот год, который прошел, плюс вторая половина прошлого года, не было подвижек в сторону того, как он это видит. И эта ситуация отличается по Белоруссии, потому что с точки зрения ее интеграции, я бы сказал, по поглощению, как видим, они реализовали во многом свои планы, и поэтому Путин хочет изменить эту ситуацию и добиться подвижек и в реализации своего плана втягивания Украины в Новороссию или в союз, значит, путинский теперь уже союз, как он его видит. Продолжение следует...